здравствуйте рад приветствовать вас на моем канале и так перед вами груша есть несколько вообще груш рядом груши которые были посажены и не не растут приросты очень маленькие по 5-7 сантиметров и им покрыта на мелкими побегами и то есть плодушки то есть она пытается цвести пытается завязывать грушки опадают и так далее слабенькая что нужно сделать при этом во первых есть два варианта когда у вас две равносильные ветви вы можете или сделать вот так и обрезать на один из ростовой побег так чтобы он пошел вверх и и все остальное укоротить очень коротко для чего именно укоротить убрав вот этот лишний урожай для того чтобы все силы пошли именно на рост нужно разогнать грушу вызвать рост а эту ветку сделать второстепенной принципе если она по толщине одинаково то ее вообще на сучок всего лишь обрезать второй вариант есть оставив эту веточку что я и сейчас и сделаю оставив эту веточку мы вырезаем оставляя только один побег и его переводим чтобы он был вверх даже плодовая почка сделается ростовой и пойдет дальше эта ветка что мы с ней делаем мы ее здесь и спящие почки внизу именно одну из спящих почек именно секаторы держим ровно и средств делаем ровный не косой а ровный чтобы отсюда проснулась почка и возобновилась как бы новая веточка у нас есть центральный проводник здесь будет ветка и есть две еще боковые ветки их мы тоже ужимаем для чего ужимаем чтобы убрать все цветы и вы скажете зачем нужно убрать цветы если она должна плодоносить наша задача разогнать дерево в начале приросты должны быть не менее 30 сантиметров а лучше 40 60 а потом уже подумаем урожая иначе эта груша и будет всегда стоять на одном месте пока не засохнут вот примерно все что осталось этой груши теперь переходим в другой вот еще одна грушка толгарская красавица очень малюсенькая красавица и так при посадке была срезана и пустила в разные стороны веточки возможных даже отгибали я всегда говорю что отгибать нужно когда разгонится дерево то есть нужно начали разогнать чтобы этот побег должен был быть сразу растил вверх и не нужно их отгибать в первый год и так что можно сделать с этого дерева пока что все боковые веточки мы просто сильно опять же укорачиваем их вместе с грушкой даже убираем укорачиваем их чтобы вызвать сильный рост это сухая ветка сильный рост именно побегов без урожая вот так одна вторая третья четвертая веточка вот здесь ростовая есть на нее обрезаем и так после того когда мы сильно укоротили с и спящих почек обязательно выстрелит побег он не будет продолжением то есть центральным проводником эти все ветки останутся скелетными вот к примеру на этой яблони вырос спящей почки жировик и пошел вверх это и будет центральным проводником все что ниже идет просто убираем опять же вы заметили что я убрал почти все для чего и почему я все убрал для того чтобы вызвать волчки сильные жировые побеги и только после этого мы сможем нормально формировать эту грушу перейдем к третьей груши вот была посаженная груша есть центральный проводник наверху прирост и отличный 50 а то и 70 сантиметров но очень высоко 1 ушла внизу пошла айва расти а его мы обязательно убираем при таких случаях то есть это прикорневая поросль вот она пошла вот прививка вот ниже прививки пошла поросль айвы и и мы убираем это первые скелетные ветви их нужно оставить где-то штуки 4 сюда и обрезаем именно на ростовую почечку вот ростовая почечка оставляем где-то сантиметров 40 в другую сторону то же самое и обрезаем вот так чтобы туда шла веточка потом в третью сторону тоже обрезаю и здесь свободное место есть могу здесь обрезать здесь уберу раз два три четыре теперь из этих двух веток эту ветку можно оставить можно обрезать и и вот так чтобы нашла горизонтально эту ветку острый угол я ее уберу и уберу опять же вот с таким срезом чтобы отсюда вышла новый побег почему я ее срезал полностью она была больше чем на 50 процентов а по толщине чем центральный проводник то есть она уже догонял и по толщине такие веточки строго растущие вертикально убираю полностью здесь будут развиваться 2 порядка веточки чтобы она не шла вверх обрезаем ее на почечку туда далее поднимаемся выше от этого разветвления берем где-то полметра и у нас вот здесь получается чтобы груша не тянулась так сильно вверх мы обрезаем с переводом на боковой побег и его сантиметров на 30 что нам это дает здесь выйдет один-два побега и будут уже как бы третий ярус завершающий высотой груша будет около двух метров обрезая здесь мы стимулируем рост вот этих оставшихся побегов и все в будущем когда в районе пояса груди разовьются хорошие побеги нижние уже старые ветки к тому времени просто уберутся и ваш бог будет нормальная крона вот принципе так учитывая что здесь никогда не поливалась и груши растут сами по себе по моему поэтому мы такой жесткой обрезкой и вызываем волчкование то есть мы вызываем рост сильных побегов и только потом будем думать про урожай иначе грушки будут будут вот такие грушенятка другого урожая вы просто не получите потому что груша ослабленная на этом пока все спасибо за внимание с вами был виталий орех подписывайтесь на мой канал делитесь с друзьями близкими знакомыми и не забывайте поливать в ноябре ваши деревья до свидания отступление такое данный участок это запущенный участок здесь старый человек давно жил и поэтому игрушки здесь бедненькие уже года четыре без полива живут так что не обращайте внимание на внешний вид моя задача вам показать пример что нужно делать с грушами которые не растут как их разогнать пока до свидания